Сергей Упасадский союз журналистов отмечает свое столетие и это одна из самых старейших организаций в Подмосковье. О журналистике, о тенденциях в отрасли мы сегодня говорим с председателем союза журналистов Подмосковья Натальей Чернышовой. Наталья Александровна, здравствуйте, спасибо что приехали к нам в студию. Да, Наталья Александровна, одна из старейших организаций союз журналистов Сергея Упасада. С 19-го года ведет историю, когда представители печатных собрались и решили создать союз. Насколько я понимаю, самый старший в области или есть ровесники? Союз журналистов, российский союз, основан в ноябре 1918 года. И если в январе 19-го года посадские журналисты собрались, объединились в организацию, то я думаю, что это старейшая организация. Примерно ровесники это Подольская организация, отметившая несколько лет назад 90-летие, и грядет 90-летие организации Ивантеевки. То есть, конечно, еще какие-то, наверное, есть, но наши скромные исследования пока показывают, что вы старейшие. Если иметь в виду организацию местную, а не общероссийскую. Ну, Наталья Александровна, журналистика такая профессия, журналистом может быть человек, состоящий в редакции, пишущий по заказу для каких-то изданий, это и фрилансер, это и член союза журналиста, поскольку у нас вот под Подмосковью людей, скажем так, в нашей отрасли. Вы знаете, профессия действительно уникальная и удивительная. Специалисты называют это открытая профессия. То есть, здесь не обязательно иметь профильное высшее образование, не обязательно работать в штате какого-то учреждения СМИ, но совершенно обязательно иметь гражданскую позицию. Журналистика, кроме ремесла, помимо ремесла, потому что надо уметь писать, надо уметь находить информацию, уметь распространять информацию, ну и другие там технологические приемы. Но вот помимо ремесла, и может быть ремесло-то и не главное, важно иметь позицию гражданскую, то есть выступать от имени своей аудитории. И да, действительно, можно не быть в штате редакции. Сегодня популярна такая форма, как фрилансерство, да, а раньше это называлось внештатный корреспондент, который у нас много таких годами занимается изучением истории края. И надо сказать, что только местные СМИ занимаются краеведением практически на такой системной основе. Это чрезвычайно важный аспект, потому что без истории края невозможно формировать местную идентичность. Вот почему люди считают, что они живут в Сергиевом Посаде и гордятся этим, но потому что они знают историю своего места. Если не знать историю и бросить это на самотёк, то вновь приезжающие, заселяющие многоэтажные дома, люди не будут себя чувствовать жителями ни Подмосковья, ни Сергиева Посада, гордиться не будут, не будет этой местной идентичности, а с таким населением трудно работать. И в итоге, ваш вопрос о количестве. Я точно сколько нас сказать не могу. Я могу сказать, что около 1600 членов Союза. У нас постоянно выходят где-то 300-400 печатных СМИ. У нас сегодня ещё на территории Московской области существуют муниципальные телекомпании. Причём работают там люди высоко квалифицированные. Практически в каждом муниципальном образовании есть муниципальное телевидение. К сожалению, о радио уже сказать этого нельзя. И, конечно же, новый пласт журналистов – это интернет и принёс нам интернет. Но называть блогерами, всех, вернее, блогеров журналистами, я бы не торопилась. Это опять возвращаясь к тому, что вы сказали ранее, что журналист – это первая гражданская позиция и представление интересов своей аудитории. И, казалось бы, блогеры как раз с этой точки зрения и подпадают под это определение. Но нет. Почему? Потому что нечасто в погоне за возможностью конвертации своей популярности в реальные доходы блогеры часто не интересы аудитории отстаивают, а свои личные интересы. И вот это плохо. Потому что, да, интернет дал возможность каждому свою точку зрения, обществу предъявлять. Но здесь очень важно, чтобы эта твоя точка зрения отражала настроение, потребности широких общественных каких-то сил. А это не всегда бывает. Вот эта популярность и общественная роль позиции блогера не всегда совпадает. Другое дело, что людям кажется, что если посещаемость высокая, это легко посмотреть, технологии позволяют это, это и отражает настроение общества. Но это не так. Блогер чаще всего свои личные интересы предъявляет и отстаивает. Но есть и замечательные исключения, которые свидетельствуют о том, что жизнь не стоит на месте, технологии не просто развиваются, они создают новую реальность и новые возможности для журналистов в том числе. Наталья Александровна, в свое время, это было, наверное, начало 2000-х годов, вот в Сергеевом Посаде был такой пик расцвета прессы. По-моему, было до 20 печатных изданий, среди них и рекламно-коммерческие, и информационные, и в поселениях выходили свои газеты. Где-то это сохранилось, где-то нет. Но сейчас о таком количестве прессы, прессы, и, как вы сказали, радио было же два, теперь вот одно. Есть все-таки тенденция к сокращению. Не все выживают. Конечно. Не все выживают. Мало того, прослеживается общее направление на такое укрупнение. Создаются областные информагентства, которые берут под себя региональную прессу. О чем это свидетельствует, Наталья Александровна? Мы пока не будем, наверное, не трогать аспект, что есть интернет, который тоже доступен. Вот два момента. Традиционные. Традиционные. Дело в том, что средства массовой информации, журналистика – это живое явление общественное. Но работает, но особенное. Живое, но особенное и сложное. Почему? Потому что журналистика в эпицентре находится совершенно разных сил, сред, которые мощно влияют на ее развитие, на ее существование. Смотрите. Одновременно работает на рынке политического влияния пресса, на рынке издательском, если это печатные СМИ, на рынке рекламном, на рынке бумажном, на рынке информационном прежде всего. И в этом узле сложно очень удержать то, что называется принципами и миссией этой профессии. Посмотрите. Были времена, и мы с вами помним, когда существовала одна газета. Да, и та была органом партийным. Телевидения не было местного тогда совсем. А было большое одно на всех центральное телевидение. В перестроечные годы наша отрасль претерпела такой взрыв, по-другому не назовешь, практически везде возникли, и они ровесники, местные телекомпании. Закон о средствах массовой информации позволил всем, практически каждому физическому лицу, не только юридическому, основать свое средство массовой информации. И поэтому появилось множество газет. Не только в Сергиевом Посаде было 20 газет. Так было в Серпухове, так было в Коломне, в каких-то других крупных районных центрах тогда, а сейчас в муниципальных образованиях. Радиоредакции, ну, те существовали особо с 20-х годов. Были филиалы РТВ Подмосковья. Но жизнь не стоит на месте. И все меняется. И сейчас, причем эти перемены, они носят такой характер синусоиды, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас мы переживаем такой период, когда идет централизация СМИ. Можно спорить, является это монополизацией на информацию или нет. Но централизация идет во всем, не только в сфере СМИ. Это и плохо, и хорошо. С одной стороны, да, какие-то современные технологические возможности появляются. Это хорошо, казалось бы. С другой стороны, я очень осторожно отношусь к этому процессу, потому что ту информацию, тот пласт информации, с которым работают муниципальные СМИ, трудно предположить, что поднимет региональные, уж тем более федеральные средства массовой информации. Трудно предположить, что кто-то будет вот такую мелочевку подбирать. А из этой, казалось бы, малозначащей для страны, общей, федеральной, региональной повестки, важны гражданам нашим. Потому что кто-то должен рассказать о том, как идут дела в школе, где учится мой ребенок. Кто-то должен рассказать о враче, педиатре, который поколение жителей этого города вырастил. Интересно людям, как обстоят дела на предприятии, где работают и так далее. То есть я хочу сказать, что эта информация не просто нужна людям. Еще раз вернусь к этой теме. Она необходима для того, чтобы сформировалась эта идентичность и такой местный патриотизм, чтобы люди любили и гордились своим городом или своей территорией. Без местных СМИ это невозможно. Этого никто не делает. И просто физически не сможет региональная или федеральная СМИ, неважно, телеканал или газета, собирать эту информацию со всей страны. И тогда мы отдаем приоритет и освобождаем простор для людей, которые в интернете не всегда качественную, не всегда полезную для людей информацию размещают, а такое, которое придет им сегодня в голову. А ведь если смотреть по сути, то не вся информация нужна людям. И я не о цензуре. Я о смысле. Например, если кто-то кого-то особым циничным способом убил, то это не полезная для общества информация. Она интересна для узкого круга специалистов-психиатров или криминалистов, которые анализируют, почему это произошло. Нельзя изо дня в день начинать утро с такого рода информации, которая идет по телевидению, допустим, в федеральных каналах. Это неправильно. И речь не о цензуре, еще раз говорю. А об ответственности журналиста, который отбирает информацию. Я много раз публично говорила, еще раз повторюсь. Первая российская газета называлась очень точно, длинно казалось бы, но очень точно, «Ведомости о военных и иных делах». А дальше важный момент, ключевой. «Достойных знаний и памяти, случившихся в московском и иных государствах». Достойных знаний и памяти. Не вся информация достойна знания. Не вся информация полезна для людей. И возражают на это, а кто будет решать, достойно, недостойно. Ну, здравый смысл-то есть. И гражданская ответственность у журналиста, то, о чем мы с вами говорили. И информация должна все-таки формировать объективную картину мира. Есть ли в погоне за сенсацией, за аудиторией, за рейтингом. Мы же видим, делается перекос вот в сторону такого рода ну, не созидательной информации, а такой какой-нибудь криминальной или там курьезной, или какой-то нелепо смешной, который, в общем, забавляет. Если мы делаем такой перекос, то мы у поколений, которые входят в нашу жизнь, они впервые живут, они думают, что так и положено. Мы формируем искаженную картину мира. Я прям считываю, знаете, некоторые ток-шоу, которые в прайм-тайм выходят. Прямо считываю в вашем рассказе. Это и волнует профессиональное сообщество и специалисты в журналистике. Именно это и волнует. Мы формируем у людей молодых и немолодых, которые тоже подвержены влиянию. Аудитория же подвержена влиянию. И взрослые люди тоже. Каких людей, какое общество мы формируем таким образом? Там, где истерично кричат, там, где на ток-шоу говорят о каких-то низменных вещах или о таких вещах, которые в приличном обществе не обсуждаются. Это зачем? У нас с вами незаметно разговор зашел о главном, о смыслах. Мы должны иметь ответ на вопрос. Для чего мы это делаем, используя такую мощную возможность информационных современных технологий? Для чего? Если журналист находит ответ на этот вопрос, тогда все в порядке. Спасибо, Наталья Александровна. Мне просто вот даже после вашего мнения нечего самой добавить. Я думаю, что это повод для того, чтобы каждому из нас, и журналистам, и нашей аудитории просто над этим немножко подумать. И тем, кто учреждает такие издания. И учредителям подумать тоже не мешает. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня разговаривали с председателем Союза журналистов Подмосковья, Натальей Чернышовой. Мы, в общем-то, начали говорить с того, что у нас в Сергеевом Посаде один из самых старейших союзов, наверное, не только в области, ровесник... В стране. Да, ровесник Союза российских журналистов. А вот поговорили вообще о смыслах и более высоких вещах. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды Перорос.